В Большевизёнском музее-заповеднике Александра Пушкина организовали клуб юных краеведов. Любителей истории нашлось немало. Как проходят занятия в клубе? Что интересует подрастающее поколение? Об этом и не только. Мы сегодня и поговорим. Здравствуйте! В эфире ОТВ программа «Специальное интервью». Меня зовут Евгения Августина. В нашей студии руководитель клуба Ольга Броницкая и участник Александр Плотников. Здравствуйте! Здравствуйте! Ольга, давайте начнем с вас. Расскажите, пожалуйста, когда клуб краеведов был создан? Ну, торжественное открытие клуба состоялось 3 октября 2021 года. И тогда же мы приняли в свои ряды первых краеведов. А идея такого музейного проекта, она родилась давно. Изначально я планировала организовать кружок юных экскурсоводов. И долго думала, что бы такое интересное придумать, чтобы привлечь детей. Но опытные, мудрые наши сотрудники дали мне совет изменить формат. И тогда появился формат именно клуба. И юный экскурсовод трансформировался в юного краеведа, в юного археолога, в юного архитектора, в юного историка, литературоведа. И объединила в себе много-много всего интересного, что есть у нас в музее. Изначально идея была подружить детей и музей. То есть привезти их и подружить, чтобы они приходили в музей с горящими глазами, чтобы им было все интересно. И сама атмосфера старинной усадьбы, она объединяет в себе много людей талантливых, знающих, которые готовы делиться этим опытом с нашими детьми. Хотелось привлечь детей. У наших детей много... Наши дети сильно загружены. Это школа, репетиторы, какие-то кружки. И привезти их, и посадить опять за парты, и устраивать занятия. Не хотелось их сразу этим отпугнуть. Поэтому мы выбрали формат такого клубного дружеского общения. И мы не говорим, что у нас занятия, у нас именно встречи. Мы встречаемся. Очень приятно, что наш клуб работает в семейном формате. Потому что ребята приходят, часто приходят на занятия уже со своими родителями. И родители тоже вовлечены в этот наш такой познавательный процесс. Саша, ну признавайся, вот твой руководитель сказал, что дети современные очень сильно загружены. Ты загружена. Ты загружен. Ну, чем сильно? Чем занимаешься, кроме школы? Ухожу, учусь на гитару, занимаюсь английским, на волейбол хожу. После вот таких вот занятий по воскресеньям заниматься очень даже прикольно. А вот расскажи, как ты узнала о клубе юного краеведа и как в него попал? У нас есть очень хорошая знакомая. Человек, который очень помогает и делает из нашего города Голицыно хороший, действительно крутой город. Она выслала в общую группу, где в то же время есть и мама, приглашение в этот круг краеведов. Мне мама переслала его. А так как меня мама еще с детства обучала то, что старайся сам, сам находи пути. Я позвонила Ольге Александровне, сам с ней согласовал, узнал о цене, узнал о месте, в какие дни. Дальше мы с мамой переговорили и с этого и началось мое хождение в этот замечательный клуб. Ты видишь, когда пришел в клуб, ты, наверное, чего-то ожидал. Вот скажи, чего ты ожидал и ожидания твои оправдались? Я ожидал, что, честно сказать, будет, ну, знаете, как сейчас... Урок истории. Ну, типа такого, да, то есть снова сел за парту и учусь дальше. А тут я пришел весело, то есть я вот за все время, сколько я уже хожу в клуб, это уже, наверное, 7-8 занятий, я ни разу не скучал там, не грустил. Мне всегда там, если иногда остановилось как-то, есть иногда такие, признаюсь честно, такое, что хочется поскучать, но я вот с ребятами, хопа, с ребятами круто очень поболтать, поговорить на тему. С Ольгой Александровной, она у нас веселая руководитель, поэтому очень здорово. Ольга Александровна, вот расскажите, как заинтересовывать детей? Вот кажется, что краеведение сейчас современным детям не так интересно, как нам бы взрослым хотелось. Ну, вот Александр говорит, интересно, даже вот хотел заскучать, но как-то не получилось. Не случилось, да. Ну, во-первых, я хотела бы немного отступить и добавить по поводу Александра. Благодаря Александру мы убрали возрастную категорию, потому что изначально мы, когда писали план и продумывали наши встречи, мы поставили категорию 12+. Ну, когда мне позвонил Александр, сказал, что ему 10 лет, ну вот-вот уже скоро будет 11. А там 12, не за горами? А там 12, не за горами. Он очень хочет участвовать. Я растаяла, думаю, ребенок хочет, надо брать. И потом подумала, ну зачем нам эта категория? И в итоге у нас самому младшему краеведу 6 лет. И он наряду со взрослыми ребятами слушает все экскурсии, участвует во всех наших мероприятиях, у него очень серьезный подход. И что мне лично нравится, что команда у нас подобралась разная. Мальчишки, девчонки, они из разных школ, из разных районов, разного возраста. И они все между собой подружились. И мне нравится, что когда они встречаются, во-первых, у них происходит живое общение. Мы уже привыкли как-то в мессенджерах общаться. А тут нет телефона, нет компьютера. Они между собой, они узнают, как у друг друга дела, они друг друга поддерживают. Это вот что касается... Вот с Александром началась эта... Убрали категорию и подобралась такая интересная компания. А что касается краеведения, мне, наверное, очень повезло. Потому что, работая с детской аудиторией, я вижу, какие сейчас интересующиеся и талантливые дети. У нас в музее два раза в год проходят школьные чтения. Вот и представляете, два раза в год приезжают школьники Одинцовского округа и выступают со своими докладами. Доклады удивительные, потрясающие. И всегда много участников, всегда много интересных работ. Кстати, мои краеведы впервые приняли участие в ноябре, в конференции. И очень успешно у нас первое место в нашей возрастной категории и специальный приз жюри. Сейчас же будут... Сейчас будет конференция в апреле. И вот Александр и еще у меня одна девочка, они тоже будут выступать с докладами. И потом мы находимся в Веземах. Ну, земля, которая наполнена историческими событиями, личностями. Там проходит вся история России, можно отследить. Это и Борис Годунов, и Петр Первый, и литература. Вот только успевая рассказывать. Я обычно что-то рассказываю ребятам, они удивляются, что это все было у нас, да, вот так у нас здесь это все проходило. Удивляются, вдохновляются, чтобы узнавать это дальше. И, соответственно, начинают больше ценить то место, в котором они родились, выросли, своей малой родиной. Потому что история, да, действительно очень богатая. Само место диктует. Саша, вот да, Ольга Александровна сказала, будешь выступать с докладом уже в апреле. На какую тему, если не секрет, доклад? Нет, секрет. Ну, я даже не знаю, какая тема. Пока еще. Нет, мы обсуждаем. Не будем раскрывать карты. Мы обсуждаем несколько вариантов сейчас, думаем, с какой лучше выступить темой. У нас обычно идет что-то краеведческое и что-то литературное. Вот пока мы еще на стадии обсуждения. Саша, вот из краеведческих тем, какая тема тебе интереснее? Вот что бы ты хотел изучать? Не знаю, война 1812 года? Или, может быть, Пушкин в Везюмах? Вот что интереснее? Ну, знаете, с таким замечательным руководителем и его помощниками хочется изучать все. Тут нельзя выбрать. Интересно и про штаб Наполеона, которые у нас в усадьбе были, и про Бориса Годунова, и про Пушкина. То есть все это интересно. Нельзя выбрать. Дет-экскурсовод, если подумать, то он же не рассказывает так на одну тему, что... Представьте, если вот одна экскурсия, один будет рассказывать, была там ласточки на гнездо, второй будет про Массандровский дворец. Тогда просто вся маршрутка будет забита экскурсоводами. А тут плане, что один экскурсовод, один руководитель рассказывает все интересное. Поэтому, конечно же, интересно все узнать. Нам тоже было интересно узнать, как проходят занятия в клубе юных краеведов. Конечно, наша съемочная группа отправилась в большие веземы. Внимание на экран. 26 августа 1812 года состоялось кровопролитное Бородинское сражение. Здесь останавливался сначала Кутузов, затем Наполеон. Усадьба Большие Веземы и Отечественная война 1812 года. Очередная встреча юных краеведов посвящена Дню Защитника Отечества в роли экскурсовода, 11-летний Александр. Мы в Москву приезжаем, там родители, давай, вот плунопарк всякий, вот эти развлекательные. Нет, я говорю, я в музей хочу, пока они там ходят и скучают. Я там уже все рассматриваю. В общем, вот так вот и получается. То есть мне нравится это. Бабушка – знаток истории Крыма, тетя – экскурсовод. И Саша решил от них не отставать. В клуб юных краеведов пришел сам, как только узнал о его появлении. И не пожалел, ведь здесь нет скучных уроков. Главное, что не как в школе. То есть ты сидишь, делаешь, что тебе говорят, а тут ты и узнаешь что-то новое, и в позе развлекательного. То есть реально очень интересно. Это и была главная цель организаторов клуба – отказаться от формата уроков. Исторический материал преподносить интересно и творчески, тем более, что атмосфера в усадьбе располагает. Встречи посвящают историческим датам. Впрочем, не всегда они проходят в стенах музея. У нас были раскопки, которые возобновятся. С настоящим археологом они находили предметы. Потом историк рассказывал им, что это за предметы. Ну, то есть, понимаете, происходит какое-то действие, и в то же время мы учимся. Теперь краеведы с нетерпением ждут весны. В планах походы по Пушкинской тропе, продолжение раскопок и, конечно, участие в мероприятиях музея. Но самое главное – уже летом юные краеведы дебютируют в качестве экскурсоводов. Ольга, расскажите, пожалуйста, как занятия в клубе проходят и чему они, как правило, посвящены? Это какой-то план тем, который вы отрабатываете? Это, может быть, исторические даты, события? Самое интересное, что каждый раз ребят ждет сюрприз. Они не знают, что будет сегодня на занятии, куда мы отправимся и как оно будет проходить. Единственное, я могу там так немножко прокомментировать, сказать, там, оденьтесь потеплее или сегодня все спокойно, мы будем в помещении. Обычно мы стараемся наши занятия спланировать действительно каким-то историческим событием или датам и построить их по этому принципу. Вот, например, на День мамы мы пошли в экспозицию и говорили о женщинах нашей усадьбы, о том, каких достойных сыновей они воспитали. Наталья Петровна Голицына, когда ее два сына, герои войны 1812 года. А потом ребят ждал мастер-класс. Они расписывали веер для мамы. И экскурсовод, уже зная, что у них такое будет занятие, она обращала внимание на веера в нашей экспозиции, рассказывала, для чего они, про язык веера. То есть, когда ребят пришли, уже они для мамы готовили такой подарок. На новогодних каникулах мы уехали в усадьбу Захарова. Там тоже замечательно проводили время. У них была экскурсия, они знакомились с экспозицией. А потом была встреча с клубом друзей игры. И мы все вместе отправились каледовать. Накануне трагической годовщины гибели нашего поэта Пушкина, я им рассказывала о дуэли, о его последних днях. Уже сказали, было замечательное занятие, посвященное воинской славе. Сейчас у нас в марте будет занятие, такое вещение, посвященное, опять же, нашим женщинам. Мы поговорим о женской славе. И тут также она закончится мастер-классом. Ну вот, как-то стараемся. У нас планируются походы, волонтерская деятельность. Впереди у нас большой Пушкинский фестиваль, в котором ребята будут участвовать. Так что занятие проходит у нас весело, динамично и интересно. А еще в сюжете прозвучало, что юные краеведы были на раскопках. В нашем клубе участвуют все сотрудники музея. Самые лучшие сотрудники направлены на общение с нашими краеведами. Это и экскурсоводы, и архитекторы, и наши местные краеведы приходят, общаются с ними. В том числе и археологи. То есть каждый по своему направлению проводит с ними занятия. Не я все веду, я вот больше как-то организатор. Это немало. Саша, расскажи нам про раскопки. В нашем клубе, как раз краеведов, один из помощников Ольги Александровны, есть один археолог. Мы вместе с ним ходили на задний двор музея Бориса Годунова, усадьбы. И там все вместе копали яму. Сначала мы с помощью археолога и его помощника расчертили место раскопок. Не просто так, то есть там нельзя взять и копать. То есть в этом точное место, где могло бы быть. Потому что там, когда был пожар, и потом после этого саму усадьбу эту делали, трактор, наверное, раскапывал землю, и как раз это был склон к реке. То есть немножко сыпалось. То есть палочками выделили место, то есть там все четко, то есть не раз, два поставок. Там надо отмерить, чтобы ровная длина была. Потом специальной веревкой, или как сказать, ее завесили, чтобы было видно. Копали, находили остатки ваз, керамики. Очень много нашли остатков крыш кирпичных. Даже нашли монету. Я вот нашла монету 1960 года вроде. Да, она уже современная, можно сказать. Ну, почти современная. Уже середина прошлого века, можно сказать. И нашли обломок тарелки 19-го вроде века. Никто не хотел уходить. Все копали, раскопали очень сильно. Там, наверное, наполовину меня хватило бы. И вот это вот наше место, это место, в котором мы будем дальше, когда, наверное, в середине весны, когда будет теплее, будем раскапывать. И у нас даже, то есть не просто копали, а Ольга Александровна договаривалась, что, может сказать, у нее на это место есть документ. Почти после каждого занятия Ольга Александровна любит готовить всякие пирожные, торты. И мы ходим в наш, в усадьбе Веземое, можно сказать, детский центр, кот ученый. И там пьем вкусный чай с пирожными и вкусными пирогами, тортами. Кажется, теперь мы знаем ваш секрет, Ольга Александровна. Я правильно понимаю, раскопки продолжатся? Да, совершенно верно, раскопки продолжатся. Мы их только начали. Наш археолог объяснял ребятам принцип вообще, да, как правильно, что Саша совершенно верно говорит не просто прийти и раскопать где-то яму, что так нельзя. Все эти находки зафиксированы и переданы нашим фондам на хранение. Раскоп наш археолог показал, как законсервировать до лучших времен. И мы там будем продолжать еще искать, потому что действительно найдено было уже немало. И наши краеведы предполагают, что мы можем там найти еще что-то интересное. Но планов, я так понимаю, что у клуба юного краеведа очень много. И это не только раскопки. Это вот про Пушкинский праздник вы сказали. Там у участников клуба вообще ожидается дебют в качестве экскурсоводов. Вот давайте на этом поподробнее остановимся. Конечно, да. Как я мечтала изначально о кружке юного экскурсовода, вот моя мечта потихонечку начинает исполняться. Потому что, помимо всего прочего, что ребята много узнают, они учатся вести экскурсию. Экскурсия, конечно, адаптирована, она детская для школьников. Но, тем не менее, у нас постоянно бывают занятия в экспозициях, мы о чем-то рассказываем. Потом ребята самостоятельно работают в этой экспозиции. Пока мы рассказываем друг другу, но на Пушкинском фестивале они уже самостоятельно пойдут с этой детской экскурсией для своих друзей, для групп школьников, которые придут к нам в гости. Но сначала их ждет самый настоящий экзамен, прослушивание. Наш экскурсионный отдел будет их прослушивать, прежде чем выпустить на маршрут. Так что вот планы у нас большие. Мне очень нравится, как ребята работают гидами. И что удивительно, мы когда в экспозиции работаем с ними, вот я их всех прослушиваю, допустим, у них 8 человек, один друг за другом рассказывают, нет повторяющихся рассказов. Каждый делает акцент на чем-то своем, то, что ему интересно. Нет похожих экскурсий, и мне это очень нравится. Саша, ну признавайся, ты когда вырастешь, кем хочешь стать? Я хотела бы стать, открыть свою ферму по улиткам, потому что у меня дома есть своя улитка. То есть не за историей это что-то будет связано. Нет, еще быть экскурсоводом. Ну и самое главное, ты знаешь, где информацию найти, если вдруг ты что-то не знаешь. Библиотека. Это же бесценно. Тем более вот благодаря вот этому вот удостоверению. Вот да, что это такое, расскажи нам, что это за серьезное такое удостоверение. Это удостоверение, такие удостоверения только более взрослые у Ольги Александровны и других работников музея. То есть я, получается, сейчас являюсь работником. Это удостоверение помогает мне, означает, что я участник клуба юных краеведов, помогает мне спокойно, без ничего, проходить по этому удостоверению в библиотеку, проходить на любые все мероприятия, которые там проходят бесплатно, показав это удостоверение. И в Захарова тоже все мероприятия с помощью удостоверения у меня открыты. Ольга Александровна, какие у вас чудесные дети. Да, дети чудесные, я их всех очень люблю. И вот по поводу удостоверений хотела добавить. У нас был торжественный прием в краеведы, когда мы только открывали клуб. У нас есть своя эмблема, свой девиз. И когда уже мы немножко позанимались, посмотрели, что и как, наша группа, команда сформировалась, опять же, в красивом зале, в торжественной обстановке наш директор Александр Михайлович вручал им подарки и удостоверение краеведа. И мы всегда ребятам говорим, что они команда, они сотрудники, что мы вместе делаем общее дело. Набор дополнительный юных краеведов планируется? Набор планируется, конечно, просятся уже сейчас. Мне звонят и говорят, когда начнутся занятия. Мы также с нового учебного года будем набирать новую группу краеведов. Ребята наши, первопроходцы, пойдут уже на второй год обучения. И планируется, что они будут помогать мне проводить наши встречи уже с новым набором. Ольга Александровна, спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. Успехов в вашей краеведческой деятельности. Саша, у тебя успешно выступить на конференции. И спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok